В эфире программа события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Самарская губернская дума поддержала предложение о наделении внутригородских районов муниципальными полномочиями. Это позволит решать большинство вопросов, которые волнуют горожан, на месте. У муниципалитетов появятся реальные рычаги, в том числе финансовые. Подробности в нашем следующем сюжете. Наделение внутригородских районов дополнительными полномочиями губернские депутаты поддержали практически единогласно. Раньше районы администрации выступали в роли диспетчеров и работали только по утвержденным сметам. Поэтому быстро решить проблемные вопросы конкретной территории удавалось не всегда. Теперь, после того, как осенью будут сформированы районные советы, у каждой администрации появятся свои финансовые рычаги. После того, как районные советы будут сформированы, будет разработана современная структура управления районом, так называемые районные структуры. Это все в совокупности позволит более интенсивно решать вопросы благоустройства, вопросы качества жизни, вопросы состояния подъездов, дворов, вопросы обеспечения жителей необходимыми услугами. Это очень-очень важно. Часть полномочий районы разделят с городской администрацией. К примеру, вместе займутся тепло, газо-электро- и водоснабжением, будут решать дорожные и транспортные жилищные вопросы. Самостоятельно смогут создавать условия для медицинского обслуживания жителей, контролировать состояние лесов, обеспечивать развитие местного народного творчества, а также развивать лечебно-здоровительные территории и курорты. Также у администрации внутригородских районов теперь будут и полномочия по принятию мер по привлечению нарушителей к административной ответственности. Должны дать в руки властям, как районным советам, избранным главам, инструменты, которыми они могут в случае лучшей работы администрировать больше налогов. И это впоследствии должно, безусловно, сказываться на улучшении жизни наших горожан. Полномочия перейдут внутригородским районам с 1 января 2016 года. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Предварительное народное голосование продолжает тему реформы местного самоуправления. Оно определит кандидатов от партии «Единая Россия», которая в дальнейшем представит ее на предстоящих выборах в сентябре этого года. Предварительное голосование уже прошло в большинстве районов города. Своих депутатов избирали также в Кировском и промышленном районах. Предварительное голосование идет полным ходом. В промышленном районе возле пикетов собирается все больше народа. По словам жителей района, чтобы жизнь наладилась и власть стала ближе к народу, а народ к власти, участие в выборах каждого гражданина просто необходимо. Мне не безразлично то, кто будет заниматься проблемами промышленного района, кто будет решать эти проблемы. Я прекрасно понимаю, что эти люди будут заниматься дополнительной общественной нагрузкой. И их воля изъявления, то, что они стремятся помочь, помочь району, помочь городу, в той же самой стране, если в большом масштабе, это очень важный центр. С помощью народных избранников жители надеются решить самые насущные проблемы, начиная от благоустройства территорий и заканчивая отремонтированными тротуарами. Участники предварительного народного голосования уверены, им по плечу любая задача. Мы уже провели семь встреч с жителями, провели один большой праздник спортивный, и на всех этих мероприятиях мы общались с жителями. Они нам рассказывали о своих проблемах, мы собираем обращения граждан, создаем так называемую дорожную карту проблемную, где мы составляем проблемные точки, где-то дворы. Предварительное народное голосование уже прошло во многих районах города. До 26 июня пикеты будут работать в каждом районе по три дня. По итогам голосования определятся победители, которых партия выдвинет кандидатами на выборах в районные советы депутатов. Всего в Самаре в предварительном народном голосовании участвует порядка 900 человек. Кандидатами от «Единой России» станут 568. По итогам выборов, которые пройдут 13 сентября, представлять интересы жителей районов Самары будут 284 депутата. Павел Баймаков, Алина Чемерес, События. Борьба с алкоголизацией населения продолжается. С 1 августа вступят новые ограничения на продажу спиртного. Изменения в местном законодательстве запрещают продавать алкоголь по воскресеньям после 17.00, торговать спиртным в магазинах площадью менее 50 квадратных метров и разливать спиртное в заведениях общепита на вынос. Инициатором разработки законопроекта выступило Главное управление МВД России по Самарской области. Около 30 тонн этилового спирта неизвестного происхождения изъяли полицейские в Кенельском районе. Жидкость хранилась в цистернах на территории одного из цехов, где, по данным полицейских, из нее собирались изготовить контрафактные алкогольные напитки с целью дальнейшей продажи. В ходе обыска помещений цеха было обнаружено более 12 тысяч штук поддельных акцизных марок. В столице региона продолжается спил аварийных деревьев и опиловка сухих веток. Чтобы ходить по улицам города было безопаснее, эту работу необходимо закончить как можно быстрее. Сухие деревья пилят и в промышленном районе Самары. Подробнее наш корреспондент. В промышленном районе несколько десятков адресов, где опиловка деревьев просто необходима, ведь безопасность прежде всего. Жители микрорайона Победа сетуют сухие ветки и подгнившие стволы, представляют немалую опасность, особенно во время сильного ветра. Ветер когда сильный был, на кого-то упало, кричали даже, ой упало. Главное, не травмировало сильно человека, а всяко может быть. Они падают, мы идем, и палки, вот эти сухие деревья падают на нас. Это тоже нехорошо. Полномасштабная опиловка деревьев в микрорайоне Победа – результат слаженной работы активных жителей и членов местного общественного совета, которые постоянно проводят встречи с населением, выясняя, какие задачи необходимо решить в первую очередь. Мы проводим активные встречи во дворах с одной единственной целью – донести проблемы жителей до исполнительной власти и проконтролировать эти ситуации, постараться, чтобы было практическое применение и практическое решение этих задач. Не просто пустое голословие и так дальше, а именно практическое. Первый от аварийных деревьев и сухих веток в микрорайоне Победа избавили улицу Краснодонская. Участки для дальнейших работ сейчас подбирают сами жители вместе с председателем общественного совета микрорайона. От них во многом зависит чистота и порядок на улицах города. Павел Бимаков, Дмитрий Мешканцов. События. Ускорить работу по благоустройству территорий на месте ремонта теплотрасс поручил руководитель департамента ЖКХ Владимир Василенко ресурсоснабжающим компанией. Специалисты департамента провели проверку в минувшие выходные. Оказалось, бригады на местах работают не в полную силу и не укладываются в график. Особое внимание участкам по улицам Панова, Полевая и Дыбенко. Мне по графику все в полном объеме информацию от начала, окончания работ, поддача под заделку вскрытия, все объекты, где идет наследование проезжей части, где идет на закрытие проезжей части. Те объекты, где идет работа на проезжей части, они должны идти вперед. В Самаре общественники последовали примеру знаменитого Тома Сойера и призвали горожан красить. Только не забор, а стены. Чтобы сохранить историческую часть города, журналисты, волонтеры и сотрудники привлеченных фирм составили план работы и уже нанесли на здание первые штрихи. Том, я дам тебе серединку своего яблока. Нет, лучше не надо. Тогда я дам тебе все яблоко, все, что осталось. Нет, нет, это моя работа. Находчивый Том Сойер к покраске забора своих друзей привлек хитростью. Самарские же общественники рассчитывают на активность и неравнодушие горожан. Активисты уверены, реконструкция требуется не только историческим памятникам, но и тем домам, которые расположены между ними, чтобы складывалась общая картина. Начать решили с построенных полтора века назад, 34, 36 и 38 домов по улице Льва Толстого. Не только памятники архитектуры представляют ценность, но и сама историческая среда. Мы хотим, чтобы вот этот участок улицы Льва Толстого начал выглядеть по-другому, чтобы людям здесь было приятнее находиться и чтобы это как-то стимулировало какое-то отношение других горожан к самой исторической среде. 35 лет Гусман Шейхуддинов живет в этом доме. Говорит, ни разу здесь не было ни капитального, ни косметического ремонта. Идею общественников покрасить стены его дома принял на ура. Конечно, красивая, красота будет, чисто будет, отлично будет. Проект «Томсойерфест» объединил журналистов, волонтеров и всех, кого заботит облик города. На призыв поучаствовать в преображении Самары и помочь кто чем может деньгами, трудом, оборудованием откликнулись уже более 50 человек. Организаторы собрали деньги, которых хватит, чтобы покрасить стены трех домов по улице Льва Толстого. Помощь оказали и представители бизнеса. В работе в исторической части Самары используют только лучшие материалы. Сверхтонкое покрытие. Это краска, термос. Она имеет очень хорошие свойства по теплоизоляции. Миллиметр данной краски заменяет 50-60 миллиметров минваты или минплиты. Если соблюдать все технологии нанесения данной краски и подготовительные работы до нанесения, краска прослужит не менее 15 лет. Пока эта стена еще к покраске не готова. Для начала нужно удалить старый слой, который был нанесен много лет назад. Сейчас я и мой партнер Татьяна наносим символические штрихи. Для начала прокрашиваем углубление в стенах, а потом уже ровную поверхность покрываем. Татьяна, ну как вам? Ну, это довольно весело. Это отличный отдых от офисной работы. Мне кажется, это очень здорово и полезно. Первые взмахи кисточек в честь старта проекта. Прежде чем здание обретет новый вид, потребуется более недели подготовительных работ. Организаторы говорят, если жители исторической части Самары подхватят эстафету и пойдут по стопам друзей Тома Сойера, преображение ждет и другие улицы города. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. Очистить берег реки Самары у поселка имени Шмидта вышли волонтеры. Добровольцы откликнулись на призывы в социальных сетях. Много ли мусора удалось собрать с пляжа, расскажет наш корреспондент. Вон ту, осторожно не паришься. Стекло, пакеты и пластиковые бутылки. Большие мусорные мешки наполняются за считанные минуты. Берег реки Самары у поселка имени Шмидта вышли убрать волонтеры. Ольга Захарова пришла навести порядок на пляже вместе с детьми. Я много слышала про этот пляж, хотя сама ни разу не была. Поэтому решила прийти. Конечно, я увидела, что он очень грязный. Ну, конечно, нужно помочь убрать. Мы убираем здесь большинство стекол, мусора, везде на дорогах валяются. Даже на речке есть. Добровольцев собирали в сети интернет. На зов откликнулись десятки человек. Мы писали несколько раз, требовали обратной связи. И отдельными сообщениями посылали. Также по старшим по улицам такую весть распространяли. В общем, клеили объявления. Ну, вот основной упор был на молодежь. К уборке пляжа вместе с остальными самарцами присоединился председатель городской думы, депутат от железнодорожного избирательного округа Александр Фетисов. Безусловно, если вот эта среда будет чистая, будет благоустроенная, нормальная, то и люди будут соответственным образом и относиться к месту своего проживания, месту своего отдыха и, наверное, не только на этой территории. Только уборка и мусора на пляже не ограничатся. В ближайшее время планируются работы по очистке дна у берега. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Заря и юность под наблюдением депутатов Самарской городской думы. Депутаты провели плановую проверку детских оздоровительных лагерей, располагающихся за городом. Вывод. Кормят хорошо, требования Роспотребнадзора соблюдены. Дети счастливы. Наш корреспондент продолжит. Отличное питание, свежий воздух и много друзей. Что еще нужно ребенку после учебного года, чтобы развеяться, оздоровиться и отдохнуть? Мы постоянно встаем утром и постоянно занимаемся йогой. Очень вкусно еще кормят в столовой. В просторное время, ну, когда мы не заняты, когда у нас тихий час, мы, конечно, не спим, мы там играем. А я люблю рисовать ребрё, и читать, и писать, и люблю играть ребрё. 230 ребят приехали оздоравливаться в лагерь «Заря» на вторую профильную смену – танцевальную. Здесь они не только отдыхают, но и занимаются общественно полезным трудом. Все необходимые условия для их пребывания на природе есть. Тень деревьев скрывает от жары. На территории расположены спортивные площадки, корпуса – медицинский пункт. Скоро ребята смогут плескаться в бассейне. Сейчас идёт реконструкция, и в июле уже дети будут, так сказать, бассейном пользоваться, 25-метровым, то есть где можно не просто, так сказать, оздоравливаться, но и даже соревнования проводить. Лето – единственный эпизод времени, когда мы соприкасаемся с землёй, с кустиками, с травкой. Чуть-чуть вот эту задачу перед ребятами поставить, и тогда мы получаем замечательные идеи, и всё это воплощено вокруг, в красоту. Это не пятизвёздочный отель за границей, и не курорт, рассказывает директор «Зари» Сергей Цыганков. Но тот, кто хоть раз испытал на себе лагерную атмосферу, обязательно вернётся снова. За прошлым годом лагерь был юбилей 50 лет. То есть, в принципе, тут «зарёвцев», как они себя сами называют, наверное, уже третье поколение, и поэтому, да, тут действительно есть такие родители, которые привозят своих детей. Эти родители здесь были, раньше здесь вообще были трудовые лагеря Ленинского района. Плановая проверка лагерей «Заря» и «Юность» показала, что санитарные требования и правила Роспотребнадзора соблюдены. После смены танцоров лагерь примет волонтёров, спортсменов и хористов. Мариана Мирная, Артём Сулайманов. События. Загадки, конкурсы, мыльные пузыри и ноутбуки. В центре семья промышленного района детей с ограниченными возможностями здоровья поздравили с окончанием учебного года и устроили настоящий праздник. Пообщаться, посмотреть концерт и уйти домой с подарком. Для детей самый приятный финал учебного года. В центре семья промышленного района Самары для ребят устроили грандиозный праздник. Путешествие в волшебную страну со сказочными героями, мыльными пузырями и фокусами. Но главным сюрпризом праздника стали ноутбуки. Я очень сильно обрадовалась. Мне и концерт очень понравился. И ноутбук мне нужен для того, чтобы обучаться, тем более для школы. И я очень рада. Контролировать будем, поскольку по времени все-таки нужно уделять внимание не только компьютеру, а и многому другому. Но то, что сейчас в наше время, все-таки без этого тоже никак, трудно. И подарок действительно достойный. Счастливыми обладателями ноутбуков в этом году стали 13 школьников. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья компьютер не просто техническая игрушка. Он поможет и в учебе, и друзей новых завести. Гаджеты купили по городской программе «Мы разные, мы равные». Каждый год мы вручаем эти ноутбуки. И мы видим, насколько это, какой хороший подспорь для детей. Потому что появляется замечательная возможность развиваться, обучаться, общаться. Ну и все, что вообще все любые, да, просторы интернета безграничны. Поэтому, конечно, для них это большой подспорь. И не каждая семья может себе, далеко не каждая позволит такой подарок. Центры «Семья» в Самаре оказывают всевозможную поддержку семьям, в которых есть дети-инвалиды. Делают ремонт квартир, устраивают праздники и помогают с обучением. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Артефакты военной песни, техника, события 40-х годов. Участники Иволги буквально погрузились в атмосферу военного времени. На молодежном форуме «День памяти и скорби». Подробнее в нашем сюжете. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Страшное известие, которое разбудило 74 года назад всю страну, заставило проснуться и участников молодежного форума Иволга. Бессмертный полк более тысячи человек прошел навстречу новому дню в память о тех, кто отдал своей жизни, чтобы этот день мог наступить. Это мой прадедушка Сенцов Николай Филиппович. Мой прадедушка не воевал на линии фронта. Он работал на грузовом автомобиле, подвозил к линии фронта боеприпасы, продовольственные продукты. Также он руководил цехом по ремонту моделей боевой техники. Он мог отремонтировать абсолютно любую модель, как отечественную, так и трофейную. Великая Отечественная война унесла около 27 миллионов жизней. Миллионы получили ранения и увечья. В этот день участники Иволги вспоминают тех, кому не суждено было вернуться с той Великой войны. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В памяти погибших ребята опустили на воду венки. Впервые для этого использовали бронетанкер времен Великой Отечественной войны. Марина Матвеична, Станислав Левинг, События. Подробный репортаж в нашей рубрике «Дневник Иволги» смотрите в 18.00. Ежедневный отчет с Мастрюковских озер мы будем показывать вплоть до закрытия форума, который состоится 26 июня. И это были все городские новости. Переходим к новостям экономическим. И как говорили великие умы, политические проблемы неразрешимы, а экономические – непостижимы. К примеру, в январе-мая нынешнего года страховщики ОСАГО увеличили сборы на 41% до 74 млрд 320 млн рублей. Об этом заявил Российский союз автостраховщиков. При этом число заключенных договоров практически не изменилось и составило 15,8 млн. Охват населения существенно не изменился. Рост автопарка также сейчас не наблюдается. Поэтому увеличение премий почти полностью связано с повышением тарифов. Страховщики утверждают, что работа в ОСАГО стала комфортнее. А вот граждане утверждают обратное. Людей, потерявших в течение последних двух-трех месяцев работу, лично знает примерно треть россиян. Проведенный эксперт Мефцом опрос показал, что у 21% респондентов работа лишилась по 2-3 человека среди близких и знакомых. У 9% – четверо и более. Чаще подобные случаи отмечаются в кругу людей с высшим образованием, а реже – среди знакомых малообразованных. При этом большинство россиян по-прежнему уверено в том, что им лично безработица не грозит. По официальным данным, безработица в стране составляет 5,8% от экономически активного населения. Увы, на официальные данные зачастую попадают… да никуда они не попадают. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс ММВБ в незначительном плюсе на отметке 1672 пункта. Среди лидеров РОСТа – Преф и Мечела и Татнефти, обыкновенные акции ТМК, МВД, Московской биржи, НЛМК и Акрона. Аутсайдеры – Полюс Золото, ГМК Норильский Никель, Алроса и Сургутнефтегаз. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Внимание ведущих мировых рынков по-прежнему сосредоточено на переговорах Греции и кредиторов. Торги на европейских и американских площадках завершились с повышением. Курс доллара на 23 июня – 54,20 рубля, курс евро – 61,05 рубля, золото стоит 2062 рубля за грамм, серебро стоит 27,82 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 63,36 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Лишние миллионы вкладывают в строительство маяка. Тольяттинец выиграл европейские игры. Гоночная лада набирает баллы на чемпионате мира. В Словакии на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам тольяттинская лада отметилась зачетными очками. Роб Хафф финишировал на четвертом месте в первой гонке, оставив за собой лидирующие позиции еще со старта. Во втором Аяб Ван Лагин приехал шестым, хотя начинал с полпозиции. Это стало уже вторым первым стартом для лады в этом сезоне. Однако удержать лидерство Лагин не сумел, его умело обогнал действующий чемпион мира на Ситроене Хосе Лопес и его команда Иван Мюллер и Себастьян Леп. Впереди еще два евро-тура во Франции и в Португалии. На первых европейских играх в Баку тольяттинский спортсмен выиграл золотую медаль. Заслуженный мастер спорта, призер чемпионата мира Михаил Мельник стал лучшим в прыжках на батуте. Помог ему это сделать коллега по сборной Дмитрий Ушаков из Краснодара в синхронных прыжках. Второе место у Белоруссии, третье у Германии. Счетная палата зафиксировала нарушения при строительстве спорткомплекса «Маяк» в Самаре. Объект возводят фирмы-невидимки, из-за чего стоимость строительства только крыши превысила стандартные расчеты на 2 с лишним миллиона рублей. «Маяк» аналогичен спортивной арене в Нижнем Новгороде, но там его оценили на 53 миллиона дешевле самарского катка. Продолжение следует...